11 февраля Вологодский областной суд огласил решение по уголовному делу бывшего замгубернатора области Николая Гуслинского. Рассмотрение апелляционной жалобы обоих сторон началось еще 29 января. Напомним, что чиновника высокого ранга задержали еще в марте прошлого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с 2012 года Николай Гуслинский покровительствовал предприятию «Вологодская ягода», способствовав выделении субсидий в размере свыше 270 миллионов рублей. Среди объектов, полученных Гуслинским в качестве взятки, фигурирует квартира «Вологде» стоимостью 6 миллионов рублей и площадью около 100 квадратных метров. Кроме того, в качестве благодарности он получил жилой дом с земельным участком, мебель и бытовую технику, а также автомобиль БМВ. Общая сумма взятки, по данным областной прокуратуры, составляла около 17 миллионов рублей. 22 ноября Вологодский городской суд приговорил Николая Гуслинского к 8 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 85 миллионов рублей. Сейчас Николай Гуслинский находится в СИЗО, поэтому лично в зале заседания он не присутствовал. Приговор Вологодского городского суда Вологодской области от 21 ноября 2018 года в отношении Гуслинского Николая Евгеньевича изменить, исключить из приговора осуждение Гуслинского за получение взятки в виде из услуг имущественного характера, финансирование строительства жилого дома и хозяйственных построек деревни Желочева и Текорского района Вологодской области на сумму 8 миллионов 804 тысяч рублей. Умечить стоимость предмета взятки в квартире по адресу Волота, Волота, Волота 85, квартира 11 до 6 миллионов рублей, гаражного бокса во дворе жилого дома по адресу город Волота, 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 Волота 85 до 500 тысяч рублей, автомобиля БРУДС-3 2004 года выпуска с государственным регистрационным номером 1 04 АВ35 регион до 500 тысяч рублей, уменьшить общую сумму полученной Гуслинским взятки с 16 949 799 рублей до 7 916 917 рублей. Смягчить назначено Гуслинскому по части 6 ст. 290 УК России основное наказание в виде решения свободы с применением ст. 64 УК России до 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительное наказание в виде штрафа в размере пятикратной суммы взятки снизить до 39 584 585 рублей. В соответствии с частью 3 ст. 47 УК Российской Федерации назначен Гуслинскому дополнительное наказание в виде решения права занимать должности, связанное с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года. В соответствии с пунктом отчасти 1 ст. 104 Прим. 1 УК России конфисковать доход РФ, полученную Гуслинским в качестве взятки трехкомнатную квартиру, исключить из приговора указание о взыскании сосужденного Гуслинского Николая Евгеньевича в доход РФ в соответствии с ст. 104 Прим. 1 и 104 Прим. 2 УК России в счет конфисковать акции имущества в эквиваленте стоимости трехкомнатной квартиры и услуга имущественного характера, полученной в результате совершения преступления предусмотренного в ст. 290 УК России, денежных средств в размере 15 310 128 рублей. В остальном приговоры оставить без изменения, а апелляционную жалобу адвоката Галунса в защиту интересов осужденного Гуслинского и апелляционное представление государственного обвинителя без удовлетворения. Настоящее апелляционное определение может быть обжаловано в консенсационном порядке, установленном главой 47 Прим. 1 УК РФ. Сужденного на стороне защиты и определения понятно? Непонятно. Прокурором? Нажимаем. Судебное заседание запрос. В части наши требования были удовлетворены. Предмет взятки в виде квартиры все-таки была конфискована в этой части. То есть частично наше представление удовлетворено. С нашей стороны мы посмотрим. Конечно, суд апелляционной инстанции значительно уменьшил объем обвинения, которое судил суд первой инстанции. То есть взятка в виде строительства дачи здесь полностью была исключена в этой части. Мы получим судебное решение. Посмотрим, вернемся к этому вопросу. У нас есть целый год для того, чтобы обжаловать и ухудшить еще положение. То есть в данном случае в этой части судебного решения мы будем думать о его обжаловании. Через три дня мы получим полностью судебное решение, где будет полностью содержаться мотивировка, почему суд второй инстанции посчитал, что в данной части обвинение не нашло свое подтверждение. И посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok